В Тульской области планируют начать производство китайских кроссоверов. Ожидается, что там будут выпускать до 150 тысяч машин в год. Сотрудничество в автомобильной отрасли обсудил с китайскими предпринимателями губернатора Тульской области Алексей Дюмин, который посещает Пекин. О том, как проходит поездка, расскажет наш собственный корреспондент в Китае Алиса Романова. Это пока только знакомство, но первая зарубежная поездка у губернатора Тульской области именно в Китае, в Пекине. Делегацию принимали в посольстве России. Министры и глава региона презентуют область. Зал полный, проспекты об экономике и географии изучают инвесторы. В области уже успешно работают 200 иностранных компаний. Оборот с Китаем 10 миллиардов рублей. Но ниш для сотрудничества еще очень много. Наши крупные сельхозпроизводители закупают перерабатывающие оборудования у китайской стороны. Тульская область экспортирует кондитерские изделия, мясные изделия, химическая различная продукция, которая идет на экспорт. Мы сегодня видим, что делаем новый виток развития туризма. Тульская область среди 15 регионов с наиболее комфортной средой для ведения бизнеса. И китайским партнерам предлагают налоговые преференции и льготы. У наших межрегиональных связей большой потенциал. У Тульской области много преимуществ географических. Она расположена близко к Москве. Там очень развитая промышленность и сельское хозяйство. Область расширяет сотрудничество с китайскими регионами. Мы за то, чтобы больше тульских продуктов было на наших прилавках. В индустриальном парке Узловая он крупнейший в Центральной России. Главный резидент автокорпорация Great Wall Motors. Одна из крупнейших в Китае. В конце 2019 года там достроят завод. С конвейера сойдут первые кроссоверы Haval H6. По плану до 150 тысяч автомобилей в год. Их накануне губернатор рассматривал на международном шанхайском автошоу. Налицо соответствие цены и качества. Это очень важно. Мы видим, что автомобиль, в принципе, уже отвечает определенным мировым стандартам. И я думаю, что этот автомобиль будет требован как и на российском рынке, и на продвижение его на другие площадки зарубежные, на экспорт. Отдельные переговоры с руководством и акционерами автокорпорации обсуждали строительство железной дороги и трасс, что будет способствовать развитию предприятия. Алиса Романова, Михаил Артюхин, Вести, Китай.